15 ноября 2018 года в городе Добрянка в эксплуатацию сдан новый мост через реку Вож. Объект принят в эксплуатацию. Капитальный ремонт моста был осуществлен в рамках муниципального контракта стоимостью 129,6 миллионов рублей. Генеральным подрядчиком являлась строительная компания «Химспецстрой». Авторский контроль осуществляла проектно-строительное предприятие «Автомост», а строительно-монтажные работы выполнила компания «Техдоргрупп». Предыдущий мост был построен еще в начале 60-х годов прошлого столетия и капитально ни разу не ремонтировался. Реконструкция моста являлась по-настоящему новаторским проектом и построен он не по типовой программе. При подготовке его строительства с целью сохранения дорожного движения был построен временный мост. Старый мост был демонтирован и на его месте возвели новый на 16 опорах. Фактически на месте старого объекта возведено новое мостовое сооружение. Было задействовано более 30 единиц строительной техники, около 50 рабочих и 6 инженерно-технических работников. Все сработали слаженно. И я бы сказал так, что «Тверда четверка» сегодня меня вполне устраивает. Более высшую оценку даст население и, наверное, по прошествии нескольких лет. Нужно все равно время, чтобы объект вжился, будем говорить, в территорию. Население оценило его преимущества перед старым мостом. При строительстве завезено 8500 кубометров песчано-гравийной смеси и 3000 кубометров щебня. Для укрепления береговой линии было использовано 8700 кубометров бутового камня и 4000 кубометров скального грунта. При создании мостовых конструкций потребовалось 32 тонны арматуры, 550 кубометров бетона и 370 кубометров сборного железобетона. Понятно, это не Крымский мост, но для нашей территории это огромный результат. Новый мост получился шире прежнего, с тротуарами по обеим сторонам, которые от проезжей части отделяют барьеры. Осуществлен вынос газопровода и волоконно-оптической линии связи за территорию охранной зоны моста. Сами газовые трубы с одного берега на другой проложены под водой. Социальная значимость объекта высокая. Сегодня, даже когда мы запускали движение, можно было отметить, по сути, непрекращающийся поток транспорта и пешеходов. При проектировании и строительстве моста учтены все требования к обеспечению безопасности пешеходов и машин. Долговечность мостового сооружения и асфальтобетонного покрытия обеспечивают устройство дренажа для удаления влаги из толщи дорожной одежды. Для уменьшения загрязнения воды ливневая канализация оснащена фильтрами. А чтобы восполнить неизбежный ущерб экологии, в Камское водохранилище выпустили 5000 мальков-щуки. Не всегда было гладко. Возникали определенные проблемы по корректировке проекта. Были вопросы к авторскому надзору. Но мы все это благополучно проходили. И проектировщики, и подрядчики качественно справлялись со своей обязанностями. И так двигались к нашему конечному результату. Стоит отметить, что раньше срока на месяц практически объект сегодня был сдан. Мы сами создаем окружающий нас мир. Высокие цели и упорный труд позволяют нам создать безопасную, комфортную городскую среду на благо жителей Добрянского района. Редактор субтитров А.Семкин